Для чемпионата в сфере высокотехнологичного бизнеса студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ создали проект NFT Price Predictor, которым попытались предсказать цену на NFT-токены. NFT-токен – это способ перевести уникальные предметы из реального мира в блокчейн, огромную цепочку блоков, каждая из которых содержит информацию. Каждая из этих токенов неповторим, неразделим и существует в единственном числе. В финале чемпионата свой проект представила команда Валува. Обойдя другие команды, они выиграли 200 тысяч рублей и редкие NFT. Были сложности в реализации и хочу сказать, что эти сложности связаны не с каким-то отсутствием знаний или опыта, а непосредственно с такой вот технической, скажем так, организационной частью, которая связана с организаторами этого конкурса. Дело в том, что вот эта компания Rarible, которая предоставляла свой ресурс, у них были ограничения, которые заключались в том, что условно мы не могли получить всю информацию об этих NFT. И за счет этого приходилось ждать, приходилось подолгу ждать, просто пока у нас соберется вот эта вся информация для дальнейшего непосредственно прогресса. Fistech Business Solution – это соревнование между студенческими командами по решению реальных задач в сфере Web 3.0. Основная идея проекта – выделение ряда атрибутов NFT-токена. История транзакций, сделанные ставки на аукционе, редкое свойство NFT-токена, количество трансферов, начальная цена, история листингов, репутация продавца и коллекции, статистика, капитализация количества токенов. Ребята произвели парсинг порядка 80 тысяч отфильтрованных NFT. По объективным, можно сказать, причинам проект удался, просто потому что есть победа, жюри там высоко оценило работу и прочее. Но вот с точки зрения, наверное, субъективной, конечно, что-то, наверное, как всегда, хочется сделать получше, покруче, побыстрее и так далее. Будет ли данный инструмент полезен компании и внедрен в работу, покажет время. В будущем победители планируют следить за реализацией проекта и доработать минимальный жизнеспособный продукт, увеличить скорость алгоритмов, использовать сами NFT-картинки, видео, аудио как признаки для модели и добавить дополнительные метрики. Маргарита Михайлова, Елизавета Никитина и Александр Кузнецов. Универньюс.